Друзья, вот этот автомобиль размером с Toyota Camry, на нем написано электротакси Здесь написано Fucang ES600, но мы уже по логотипу можем понять, что речь идет про марку DonFan DonFan, или как она правильно называется, это электромобиль, ну, судя по всему, заточенный под такси Потому что, ну, в такси действительно в городе, почему бы и нет, электромобили очень хорошо себя показывают Запас хода при мощности двигателя в 150 лошадиных сил, то есть 110 киловатт, заявлен в районе 400 километров Но по факту, как я уже говорил, если машина проедет 200, это будет хорошо Опять же, если двигаться с небольшой скоростью, использовать рекуперацию, то тогда такой автомобиль сможет действительно показать запас хода Близкий к паспортному Давайте посмотрим, что там внутри Так, ну что ж, если вы, друзья, видели современные DonFan или DonFan, то здесь, в общем-то, все примерно такой же пластик Вот как и на пикапе на новом Смотрите, ну, а здесь вообще самое прикольное, что эмблема Peugeot и на руле Этот автомобиль упускается на совместном предприятии Peugeot и DonFan Ну и, судя по всему, носит в Китае либо два бренда сразу, либо один из них, и это не DonFan Смотрите, ключ такой традиционного типа Поворачиваем, и у нас, вау, тут все засияло прямо Максимально эффектно Даже давайте выключим подсветку и заново повторим этот трюк Вау, прямо цифры пробежали, все такое прям наряднейшее Здесь у нас мультимедийный экран Андроид Смотрите, по-русски написано, это хорошо Когда по-русски, это все здорово Кондиционер, навигация, ну, в общем, выбор настроек невелик, но он есть Все достаточно стандартно Так, давайте попробуем подобрать посадочку здесь у нас все как во французах действительно руль хорошо расположен если у нас регулировка по вылету так рычаг просто еще в оплёточки мы вот такой вот давайте посмотрим до рулю регулируется по наклону только по вылету по вылету он не регулируется запас хода у нас сейчас обозначен как 354 километра машинка сама выключилась смотрите написав нам что-то по-китайски сюда у нас пластик достаточно жесткий бюджетный ну что в принципе не удивительно но поскольку автомобиль все-таки создан для такси давайте пройдем назад и посмотрим что у нас там все-таки автомобиль для такси использую значит там должно быть прям очень много места она здесь мы сразу видим что высокий пол да видимо там под ним батарея расположена то есть подушка сиденья стоит очень низко но насколько это мешает комфортной посадки о да ребята смотрите как даже с моим ростом даже с моим ростом у меня ноги вот домиком да то есть можно было вообще подушку сиденья не делать тогда потому что все равно ты на ней не сидишь только одной точкой и даже если ты ноги вот так на ногу закинешь но это прям уже акробатика на в окно будет высоваться то есть с точки зрения пассажира друзья несмотря на то что вот столько места в ногах я бы предпочел ехать на каком-нибудь другом автомобиле но точно не на этом фуканге машинка уже на номерах смотрите за не на камре похоже да так попытаемся открыть чем нибудь но похоже друзья здесь крышка открывается только из салона 2000 оба она распахнулась смотрите если кто-то рядом стоял его могло бы наверное просто здесь покрошить что-то на смотрите не очень хорошо фиксируется тот самый случай за когда вы толкнете крышку например она потом вам возвращается и ломает вам какую часть лица вот так вот все происходит но зато багажник смотрите какой-никакой но есть цена этого автомобиля около трех миллионов рублей внутри миллиона без учета каких-то субсидий потому что они пока я так понимаю еще толком не работают ну не знаю ребят напишите сами что думаете стоит такую машину покупать или нет